Всем привет! С вами Вексен. Сегодня у нас новый выпуск внеочередной. Касаемо Украины, касаемо нового президента, ну и вообще недавно по роликам Анатолия Шария, есть такой очень, так сказать, юморной блогер Анатолий Шарий. Вчера как-то случайно наткнулся на его ролик. Оказывается, в Украине скоро выборы. Я так для интереса решил вообще посмотреть список кандидатов. Но всё-таки я-то когда-то жил в Украине. И я-то уж помню там какие-то фамилии и кто кем является. Я бы всё понял, но Владимир Зеленский, блядь, ёбаный в рот, если кто-то не знал, это вообще-то стендап-комик. Это тот, кто много лет смешил и веселил своим тупым юмором народ. Это тот, кто снимался в российских фильмах. Это тот, кто приезжал в Россию на открытую презентацию фильмов. Это тот, чья физиономия очень долго светилась в России. Это тот, кто в России раздавал автографы. Это тот, у кого в России есть много... Ну, пускай не фанатов, да, вряд ли это фанаты. Так просто любителей поугарать с его юмора. Но когда я его увидел в списке кандидатов в президенты Украины, я сразу понял, что Виталий Кличко ожидает конкуренции. И не совсем понятна логика. Для начала, нафига второй Виталий Кличко, когда один уже есть? Все-таки объект, с которого все нарожались, он уже есть. И какие-то клоуны в политике, они уже существуют. И сейчас это ни для кого как-то не будет никаким удивлением. Например, когда в Америке был такой клоун по имени Джордж Буш, то это ладно, тогда это было в новизну. Тогда народу было по приколу поржать просто, поугарать, посмеяться. А сейчас-то что? Так, ладно, для всех, кто новопребывший, объясняю. Здесь мы делаем музыку. Прямо с мобильного приложения, прям с мобильного телефона. Параллельно обсуждаем заданную тему. Сегодня у нас заданная тема, это не Владимир Зеленский, сегодня это у нас заданная тема, это, сейчас скажу вам, новый президент Украины. Кто же будет, блядь, новым клоуном, главным клоуном, который будет веселить весь, не то чтобы российский, но еще и европейский и американский народ своей тупостью? Вопрос второй. Кто же составит компанию Виталию Кличку? Потому что здесь нужно понимать одну вещь. Во-первых, в новизну, как я уже сказал, это не будет. во-вторых, во-вторых, народу интересно ржать с какой-то реальной тупости, а не с наигранной. Вроде бы, посмотришь на этого Виталия Кличко, вроде бы, ну ничего смешного, ну тупит человек, все тупят, но бывает. Но когда человек тупит, и он сам же загоняется по своей тупости, это, конечно, смешно. А эти все юморы, ну видите ли как, даже если говорить про актерский юмор, то Зеленский никогда не был первым. Есть канал в Ютубе, называется не стендап. Я не помню, как того чувака зовут, он там тоже часто стендапит, юморит. Вот там как-то еще можно поржать. Данила Поперечный. Несмотря на то, что он топово известный, но шоке так, более-менее цепляет. Кстати, ему въезд в Украину запрещен. Даниле Поперечному. И здесь, наверное, даже не из-за того, что что-то в его словах прозвучала какая-то политическая пропаганда, а из-за того, наверное, что он, что Владимир Зеленский рядом с ним будет просто дичтожеством. Просто видите ли как, Зеленский, по моим наблюдениям, я много раз видел, то, что он в России, блядь, пытался здесь дофига куда пристроиться. Но когда в России он оказался и нахуй никому не нужен, но пришлось ему поехать обратно в Украину. Так что... Кто ж подумал, что у него еще хватит юмора подать заявку в президенты? Интересно, неужели еще у народа хватит юмора за него проголосовать? Подобная ситуация была у нас на выборах 18-го года с Ксенией Собчак. То, что все такие говорили, ну, по приколу, что, проголосую за Собчак, хоть поржем. Запишу это на видео, как я за нее галочку ставлю. А потом думали, а прикинь, если так каждый будет не делать, и так каждый для прикола проголосует, как тогда прикольно будет, когда она реально станет президентом? Что это будет за пиздец? А смешно ли тогда уже нам будет, когда эти самые юмористы будут нами править? Кстати, насчет править, насчет управления. Давайте так. Человек в основном, да, он когда развивается в каком-то одном направлении, он запускает какое-то другое направление. То есть, например, человек, который развит многофункционально, это хорошо, но человек, который уткнут в какую-то одну точку, это означает то, что он все видит, все видит меньше, даже обычного человека. Зеленский уткнут был много времени в юмор. Вопрос такой, какие у него навыки, умения в плане президентства. Одно дело, когда какой-то пьяный бомж рассказывает по пьянке, как управлять страной, а другое дело, когда этого бомжа назначают в президенты. Блять, что тогда будет, нахуй? Знаете, типа, такое, по приколу, по пьянке, что там, Харьковскую область России подарить? Да, давайте подарим похуй. Это так, как в России Ельцин так по приколу пораздавал места, попродавал заводы, то так же так сейчас скорее всего какой-нибудь новый президент. По приколу, так, по юмору, блин, давай, да, так по братской, что Харьков тебе? Да, не жалко, все, Харьков теперь это Россия. Что там, Львов, куда-то на запад, ближе к западной стране, чтобы к западной стране Львовской области принадлежала? Да, пожалуйста, нам не жалко, Украина щедрая душа, пожалуйста, все, пиздец. И, в принципе, Сингапуром Украина никогда не станет, по крайней мере, в ближайшее время. Сингапур, почему я его вспомнил, потому что это, в принципе, не большая республика, не большая страна, но она хотя бы имеет какое-то значение во всем мире. А Украина это 40-миллионная страна. И по мировым процентам это количество очень даже немаленькое, очень даже большое. и при желании эта страна может составить очень большую конкуренцию. Когда-то не так давно, я помню, в чат-рулетке общался с одним жителем Украины, но он тоже начал мне затирать про всякую там укрополитику и так далее. он тогда сказал очень такую вещь интересную. Точнее, не то, чтобы интересную для меня. Для меня стало удивлением то, что какие-то обычные обыватели уже свободно владеют этой информацией. Суть в том, что он как-то, знаете, на таком, конечно, ломаном дипломатическом языке мне это все объяснял. Но суть такая, что президент ничего не решает, когда страна парламентская. То есть влияние на страну и на то, что в ней происходит оказывает в основном парламент. Роль президента там только актерская. Это озвучивать народу заученные текста, те текста, которые ему написали там, где-то за кулисами. И здесь видите ли как, это не то, чтобы правда или неправда, это маленькая часть правды, маленькая капля со всего моря. Потому что правда в том, что те люди, которые на самом деле влиятельны, те, которые на самом деле влияют, они в Украине мало кому известны, они не палецы. Так что примерно так. Так же, как и в Европе, так же, как и в Америке. Президент, у него только такая задача, я говорю, актерская, быть таким мальчиком для битья перед народом, но для властей и перед народом. Но суть такая, что и парламент, известные фамилии в парламенте там тоже мало что решают. в современном мире есть лидеры мнений, которые хоть как-то могут повлиять на происходящее. Это какие-то блогеры известные. Например, какой-то блогер в России, у которого 140 тысяч подписчиков и выше. Это уже один процент от всего населения страны и так далее. А во времена информационной войны все-таки это не пустое место. какое-то значение имеет. Дальше какие-то назначенные лица это лишь куколки. Это лишь то, что я не знаю, это лишь то, что просто наподобие обложки книжки. Но мы видим только обложку книги, глядя на президента. Мы видим, мы не видим даже то, что в книге написано. А тем более мы не видим того, кто пишет эту книгу. Вот в чем дело. Так вот, наверное, то, что президент мало что решает в стране, это конечно уже для украинцев не новость. А то, если я скажу, что парламент в том числе мало что решает, тогда конечно хохляцкие пуканы могут подорваться. да как ты так, блядь, да че ты знаешь, да и так далее, да ты приедешь в Украину, посмотри, как здесь. Да жил я в Украине, видел всю эту реальность, че там происходит, и че там происходило в разные годы. Но скорее всего видите ли как, если власти считают украинский народ за быдло, за совсем такое умственно отсталое америк... блядь, как это выразится, американизированное быдло, то тогда они и применят вот эту формулу Джорджа Буша. Типа по той поговорке, то что ну какой спрос с дурака, да, какой спрос с дебила. Ну президент дебил, ну подумаешь, ну да, ну такой президент, ну че теперь, из-за этого Майданы, митинги, госперевороты устраивать. Ну дебил президент, да, отдаст Харьковскую область России, ну дебил президента сольет западную Украину, Львовскую область, Хмельницкую, Чернигевскую в Европу. Все заебись. Похуй президент дебил, не спрашивайте с него, не прогоняйте его с трона, а то дитя плакать будет, а то чем бы дитя не тешилось. Пускай вообще нахуй всю свою страну расформирует, лишь бы не плакал. Вот так. Кто там у нас еще в президенты блатируется? Володимир Гройсман, или как его там правильно зовут? Ну, фамилия точно Гройсман. Премьер-министр Украины. Знаете, что я про него скажу? Это подобие какое-то германского президента, немецкого президента. есть даже когда-то такая цитата, я помню, то, что если вдруг ты почувствуешь себя бесполезным, то вспомни то, что в Германии есть президент. А там реально какой-то овощ, который, блядь, не то чтобы ни на что не влияет, но и мало даже на люди выходит. Основное медийное лицо кто там? Это канцлер Ангела Меркель. Все. Кто там президент? Что там за овощ, блядь? В каком там огороде он сидит? Где он зарыт? Без понятия. То же самое и с Гройсманом в Украине. Раз в год там что-то хайпанет на каком-то инфоповоде. Скажет, что блядь, все плохо, но мы начинаем работу и будет все пиздато. Что-то в этом роде. Короче, все по стандартам, все по шаблонам, блядь, все без изменений. У них даже не хватает ума и фантазии, чтобы методички переписывать. А у народа видать ум и фантазия на таком уровне, чтобы вестись на все эти заезженные методички. Вон, выходили на Майдан. За что выходили? За свободу, за прогресс, против диктатуры. Выбрали вот этого Порошенко, не знаю, кто на самом деле. Потом хуяк с Порошенко становился президентом, налаживая там свою диктатуру, блядь. ВКонтакте запретил, что там, другие российские сайты запретил. Охуяная демократия, еще за это выходили на Майдан. Кстати, пенсионный возраст, все говорят про российский пенсионный возраст, у нас здесь протестуют, мидинги время от времени проходят. В Украине подняли пенсионный возраст, блядь, народ взглотнул, все, блядь, схавали. Никто еще ни на какие митинги не выходил, никто никакие Майданы не устраивал. И что, и где ваша свобода, где ваша демократия? За что вы тогда выходили на Майдан? Сейчас-то почему все согласны с тем действующим дерьмом, которое сейчас происходит? А с тем хохлом, с которым мы общались, но я тогда говорил, что сейчас вся Европа это по факту деградация, да, то, что за последние 20 лет Европа ничего нового вообще не произвела, не изобрела. Основные страны, которые двигают эволюцию, это Америка, Россия, Китай, что там еще, ну, Сингапур частично, Япония. Остальные страны, это в принципе стагнация, это застой. Ну, не знаю, может, я сейчас какую-то страну не вспомнил, это я сейчас так говорю, примерную статистику, примерную географию. Вот что, вообще, вся Европа изобрела нового за последние 20 лет, кроме телефона Сименс и кроме Фейсбука. Нихуя. даже тот самый Инстаграм он изобретен в Америке. Так что, чё ещё бы такое, вооружёнка. То, значит, украинец, военствующий, мне начал говорить про вооружёнку. что Украина дохуя чего достигла вооружёнки, блядь, новая вооружёнка какая-то появилась. Конечно, хуй пойми какая, в глаза не видел, у себя в руках не держал, у себя в наличии в распоряжении это не имею, но при этом, блядь, уверен то, что вооружёнка появилась. Откуда ты, блядь, это знаешь? Знаешь, когда, блядь, стране больше нечем похвастаться, она начинает хвастаться какой-то вооружёнкой. Но всё вашу вооружёнку можно умножить на ноль, потому что уже давно изобретены ядерные атомные бомбы, которые могут просто весь мир, всю планету взять в шарик, полностью окутать своим взрывом, своим поражением весь мир. То есть начаться в одной стороне, в одной точке мира и потом встретиться по кругу в другой точке мира, в противоположной. Как-то так. И наше счастье то, что ещё не придумали какую-то планету для эвакуации, потому что если бы уже была бы какая-то планета, появилась бы угроза вот взрыва такой бомбы. А так подписаны какие-то договоры и так далее между странами международные. но эти договоры все будут в селях. На самом деле до тех пор, пока не придумают как всех нафиг уничтожить и самим выжить. Конечно, можно какие-то бункеры и так далее вырыть громадные километровые, но стоит ли игра свеч? Ладно, давайте пройдёмся немного по фамилиям. Так, кто у нас там? Гройсмана называл. Ну, Порошенко понятно, блядь, и я не удивлюсь, если власти совсем уж решат поуграть с народа, оставив в президентах Порошенко. Вообще, конечно, будет угарно. Так, а что, давайте загуглим, кто там ещё у нас. Кандидаты. Давайте. Игорь Шевченко, президент, благотворитель организации «Успешная Украина». Слушай, но ты уже пиздобол, потому что Украина сейчас неуспешная, что-то я не вижу сейчас какую-то успешность у Украины. Что-то я не вижу, чтобы Украина вносила какой-то вклад в эволюцию планеты. Сергей Каплин, народный депутат Украины. И всё? Всё, что про него известно? Чё, чел настолько, блядь, овощи, настолько планктон, что кроме этого больше ничего про него не известно? Ладно, хуй с ним. Валентин Наливайченко, председатель политической партии общественно-политическое движение Валентина Наливайченко, справедливость. Наливайченко, наливай, Петру Порошенко, блядь, там тебе и место нахуй с ним где-то бухать. Вряд ли он что-то будет. Андрея Садовой вообще впервые вижу очередной долбоёб какой-то. Не понимаю вообще, кто его избрал кандидатом в президенты. В народе он неизвестен. Вообще, если какое-то малоизвестное лицо станет президентом, это уже означает то, что с народом это не согласовано. Это уже означает то, что народ за него не голосовал. А результаты голосований можно как угодно, блядь, фальсифицировать. Если раньше ещё делали какие-то вбросы и так далее, то я когда был наблюдателем на выборах на избирательном участке в каком это году, 2014 здесь, в Москве, то получилось так, что голосует она бумажке, а бумажку всовывают в электронную машинку. и эта машинка компьютеризированная, то есть там компьютерная система это всё считает. А подкрутить уже, написать, там можно какие угодно цифры. Вот так вот. Опять же, есть различные хакеры, которые взламывают дистанционно, даже какие-то подобные системы в других государствах. Так, Виталий Скотцик, профессор кафедры коневодства. Ой, блядь. Короче, если хотите, чтобы в Украине все люди стали лошадями, конями, чтобы их как лошадей, блядь, хуярили вот этой плёткой, чтобы они быстрее скакали. Вот, у нас есть профессор кафедры коневодства Виталий Скотцик. Виталий Куприй, народный депутат Украины. Сука, а в каком месте ты народный, блядь? Кто тебя назвал народным, блядь? Что вообще про тебя народ знает? Нихуя. Евгений Мураев, народный депутат Украина. Аналогичная какая-то хуета, я не знаю, вообще, что-то за фамилия, что-то за лица. Я впервые их вижу. Ладно, тот самый Арсений Яценюк, он ещё, блин, хайпил в каком, 2004 году. У него есть и свои фанаты, у него есть и свои хейтеры, то есть, как-никак, народ уже про него знает, и определённый процент за него, определённый процент против него. Но кто такой Мураев, народ не знает. И если вдруг окажется так, что большинство проголосует якобы за Мураева, это уже будет означать, что власть народ наёбывает. Анатолий Гриценко, доцент кафедры политологии в Национальном университете. Аналогично. Геннадий Балашов, предприниматель, лидер партии, чё-то 5-10. Аналогично. Вот я говорю, если такие ноунеймы, блин, вдруг станут президентами, это наебалово. Это означает то, что выборы уже давно нихуя не выбирают. У нас даже в России есть такая поговорка, то что если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать. Так, Ольга Богомолец. Блин, я бы с ней потрахался бы. Но в президенты нет, не то. Не хочу. А Юрий Бойко. Народный депутат Украины. У-у-у. Народный. Блин, чё-то каждый второй мудак, но и Нымовский почему-то себя называл народным, блять. В чём, блядь, ты, сука, народный? Ладно, у нас в России этот Павел Грудинин, блять, взялся из ниоткуда какой-то ноунейм, блять, и хайпанул на всю Россию. Но он вначале хайпанул, а потом только участвовал в выборах. И то их он не выиграл. Хотя электорат за свой хайп он набрал. Особенно коммунистический. И, кстати, частично либеральный. Но кто такой, блять? Александр Шевченко, блять. Кто-то такой. В каком месте он народный? Олег Ляшко, да, это понятно. Он, блять, известен. Он там на Майдане, блядь, был похлеще даже иногда этого, как его, Ярош. Дмитро Ярош. Аркадий Курнадский, народный депутат Украина восьмого созыва. Блядь, короче, одно пиздобольство. Илья Кива. А почему не яблоко? Председатель Всеукраинского профессионального союза работников МВД Украины. Короче, чё, хотите ходить строем? Хотите, блядь, жить по команде, блядь, хотите, чтобы вас, как в армии, блядь, пинали, нахуй, блядь, с утра, блядь, родоподъем, блядь. Хотите там парашу, нахуй, драйдь? Голосуйте за работника вот этого, блядь, Илью Киву. Илья Кива. Александр Вилкул, народный депутат Украины, очередное пиздобольство. Александр Мороз. У нас, я помню, в Украине, я не помню, когда вот у нас выборы там были, 2004 год, третий, блядь, или какой, я уже не помню, а реально давно это было, пиздец. Мы по приколу говорили, что будем голосовать за Мороза. Типа за кого будешь голосовать, за Ющенко или за Януковича? За Мороза, блядь, похуй, блядь, нахуй все эти, блядь, за Мороза, будем морозиться. То есть, голосовать за Мороза, это у нас означало то, что на выборы не пойдем, будем морозиться. В этом плане. То есть, образно говоря, ой, подожди-ка, Александр Мороз, пенсионер. Подожди-ка, а пенсионера можно на выборы эти баллотироваться? Ладно, дальше. Дмитрий Бобродомов, не знаю, Добродомов, фиг его знает, Руслан Кошуленский, хуй знает, без понятия, Александр Данилюк, бывший советник, министр обороны, координатор общественного движения, спильно, справа. Кто это, блядь? Владимир Зеленский, блядь, шоумен, киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель и безсменный лидер студии Квартал 95. Ебать, сука, начнется Квартал 95, когда, блядь, он реально станет президентом. Я в ахуе. Сергей Тарута. Значит, народный депутат Украины 8-го созыва, предприниматель, бывший глава Донецкой области 2014. Это тот, как раз-таки, он в те годы был народным... Он, получается, в то время был, как раз, когда Украина Донецк проебала. Когда Украина проебала Донбасс. То есть... Так что, я думаю, чтобы проебалась Украина, как раз-таки, пускай вот Тарута и станет президентом. Я думаю, как раз по его команде, блядь, все по Донецкому сценарию, блядь, отойдет от Киева. Игорь Смешко, бывший председатель СБУ. Понятно, это как же, как и в России, этот Путин, бывший КГБ, так же и там, бывший СБУ. Инна Богословская, народный депутат Украины 8-го и там, какого-то созыва, заслуженный юрист, глава всеукраинской и общественной организации Вечер Украины. Насколько я помню, а еще по своей памяти, она, да, как-то хайпила, но конченая, браз. Блядь. Такая мудила, что и врагу не пожелаешь. Единственное, на что хватало ее ума и сообразительности, так это, чтобы подпездывать и на то, чтобы вечно что-то, бляно, предъявлять, вечно быть чем-то недовольной. Ну вот, наподобие, как в России Ксения Собчак, только на Ксению Собчак хотя бы дрочит кто-то, а это Инна Богословская нахуй никому не нужно. Так что, если в президент ее, ну это даже еще хуже, чем Собчак. О, блин, не знаю. Александр Соловьев, полковник милиции в запасе политической партии Разумная Сила. Ну да, это тот же самый Путин, только российская, только украинская версия. Николай Габер или Габер, народный депутат Украины третьего созыва, председатель Патриотической партии Украины. Больше про него нихуя не указано. Самовыдвижение. Владимир Ратуш Правозащитник, Виталий Величенко, Виктор Фаренюк. А где их фотографии? Что-то я их не вижу. Владимир Василенко, Юрий Боярский, Петр Рикаво. Блядь, Пацаны и девчонки, напоминает это все очередной кастинг в Дом 2, блядь. Серьезно. Когда, блядь, набирают каких-то мягко говоря, не совсем умных клоунов, которым дается задача тупить и те, которые начинают публично тупить для того, чтобы как-то развеселить народ и население страны. Но намного хуже, когда такие клоуны становятся лицом страны. Блядь, это пиздец, ребята. Это такой пиздец, еще как кажут в Украине Момо Мама Ариатуй АЧ Ну, как говорится, мама, роди меня обратно, что-то в этом роде. Ладно, что, полез вверх, подписка на канал, если хотите, чтобы я какой-то подробный обзор сделал на какого-то из кандидатов. Пишите в комментариях. Также те комментарии АЧ наберут больше поддержки, больше лайков и так далее, те оказываются в топе. И когда я буду выбирать, какого отдельного кандидата мне взять в следующем и ему посвятить целый выпуск, тогда я уже посмотрю по тем именам, фамилиям, которые более желательны для обсуждения по мнению аудитории, по мнению наших зрителей. таким образом ваша активность напрямую повлияет на дальнейшее развитие событий. А на сегодня полез вверх, подписка на канал, но я до следующих интересных разговоров и обсуждений, выяснений и новостей. видео.